Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу С нами сегодня актер и режиссер Руководитель Московского театра Сатирикон Константин Райкин Здравствуйте Здравствуйте Да, Константин Аркадьевич, слышите ли вы нас? Да, я вас слышу Да, и мы вас тоже слышим сейчас хорошо Да, и также нам можно звонить По телефонам 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Также можно звонить из-за Рубежа код плюс 371 И писать по ватсапу 230-6191 Да, но в начале нашего интервью я хочу пояснить В том числе и для наших слушателей О том, что сегодня мы не будем говорить о политике С нашим гостем, поговорим о театре и искусстве И вот все-таки первый вопрос Который я хотела бы вам задать Он, на мой взгляд, не о политике Но так или иначе политика и искусство перекликаются Вот есть один абзац из романа «Идиот» Достоевского Я его процитирую Странная вещь русский либерал Это единственный человек в мире, который ненавидит и бьет свою мать Свою землю И малейшая ее ошибка Он начинает хохотать, потирать потные ручонки Дико радуется по этому поводу Вот один из персонажей романа так сказал Что вы думаете по поводу такого определения либералов? Я не согласен с этим определением При том, что мне бы хотелось выяснить Что за персонаж это говорил Я думаю, что это нелюбимый Достоевский персонаж Вот так мне кажется Достоевский это мой любимый писатель Когда речь идет о его замечательных, великих произведениях Гениальных, вот в том числе и «Идиоте» Вот И он не мой любимый публицист Когда речь идет о дневнике писателя Вот тут есть масса установок его таких человеческих Каких-то Не связанных с его гением А как бы с его повседневным человеческим таким состоянием С которым я не согласен А вот повторяю при том, что он мой любимый писатель Поэтому При общем, так сказать, сейчас таком В каких-то определенных кругах модном, так сказать Таком агрессивном отношении к либералам Я себя к ним отношу И моих любимых писателей И поэтов отношу к либералам И вообще напоминаю, что либерал – это от слова «либерте» Свобода Вот, поэтому это очень важно не забывать Но на ваш взгляд, насколько важен жизненный путь писателей? Нужно ли отделять его творчество от его жизни? При восприятии его творчества? Потому что есть я творец, а есть я житейский И это большая разница На это я процитирую сейчас замечательное, гениальное створение Александра Сергеевича Пушкина Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон В заботах суетного света он малодушно погружен Молчит его святая Лира Душа вкушает хладный сон И меж детей ничтожных мира Быть может, всех ничтожней он Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется Душа поэта И пьется, как пробудившийся орел Тоскует он в забавах мира Людской чуждается молвы К ногам народного кумира Не клонит гордой головы Бежит он дикий и суровый И звуков, и смятенья полн На берега пустынных волн В широкошумные дубровы Вот гениальный наш и мудрейший Александр Сергеевич Понимал и очень точно выражал Эту разницу между Житейским, так сказать, состоянием поэта-творца И состоянием творческим Это большая разница При том, что, конечно, это взаимозависимо Сказала Гений и злодейство Две вещи несовместные Ну, знаете, так вот получается Гений и злодейство действительно несовместные А вот, скажем, большой талант и злодейство К сожалению, видимо, вполне совместимы Так показывает жизнь Поэтому надо разделять Все-таки Я бы разделил Вы однажды сказали в интервью Как великие писатели 19 века Обличили какие-то вещи в свое время И до ужаса это современно До отрыпи это современно сегодня То есть получается, что времена рифмуются? Да, в некотором смысле они и не меняются Кроме, так сказать, сутево не меняются Понимаете, это наполовину к счастью Наполовину к сожалению, я так считаю Человек не меняется По сути своей Меняются одежды, меняется мода Меняются ритмы Ну, такие, в общем, достаточно внешние проявления А вот, так сказать, сутевые какие-то вещи Не меняются Это то, это причина, по которой Великие произведения прошлого Остаются современными Ну, вот как раз о человеке Ну, в России это как-то особенно Особенно заметно Дальше я не буду развивать эту мысль Потому что она приводит К таким довольно грустным Печальным и тревожным Заключением Умозаключением А вообще я оптимист Я горестный оптимист Я так уже говорил про себя Значит, вот эти слова Просто не будучи оптимистом Я просто не очень понимаю Как мне на сцену выходить И вообще, что мне там делать И что мне ставить Все-таки у меня Я человек, который, так сказать Выискиваю в любой ситуации Все-таки надежду Ну, вот о человеке В поиске Ивана Шмелева Человек из ресторана Которая как раз была поставлена В театре Сатирикон И где вы играете главную роль Произведение написано в 1911 году Ну, это... Да, нет, по-моему, раньше По-моему, раньше В 1911-м, вы уверены? Ну, хорошо Да, то есть... Да, да Ну, вот оно о нас сегодня Оно о нас сегодня, да Да Что вы... Оно о нас сегодня Произведение, которое написано было Сто лет назад Еще раз повторить вопрос На... То произведение Человек из ресторана Повесть Ивана Шмелева Оно о нас сегодня Да, 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 конечно И вы как раз... Да Вот этот герой... Да, герой Ивана Шмелева Тот самый человек из ресторана Тот маленький человек, да С обостренным чувством справедливости Вы в одном как раз интервью сказали Не так давно это было Что он вам на этом этапе жизни Ближе То есть Для вас вот жизнь С необходимостью в справедливости Это испытание определенного рода? Ну, конечно Потому что справедливость Испытание, конечно Потому что справедливость Попирается на каждом шагу Я думаю, что это не только у нас Но и у вас там Вплоть до того, что у вас в студии Она попирается Я думаю Тут не надо далеко за примером ходить И поэтому, конечно Это, ну как Человек должен все-таки добиваться Пытаться справедливости И как-то ее придерживаться Но это очень трудно Просто потому что Жизнь очень часто несправедлива Жестоко, несправедливо И вообще, так сказать Зло очень активно существует В нашей жизни В разных проявлениях Это да Но вам трудно жить С обостренным чувством справедливости? Конечно, трудно А какой вы ответ Рассчитывали еще услышать? Неужели бы я сказал Что мне легко жить С моим обостренным чувством справедливости? Если вообще С совестью разве легко жить? Но это чувство Притупляется под воздействием Внешних факторов? Под воздействием обстоятельств? Или все-таки может... Вы сейчас говорите про какого-то негодяя У которого оно притупляется И более того Он как-то договаривается Своей совестью И он... Оно притупляется И притупляется настолько Что он просто Совершает подлость И как-то сильно не беспокоится Нет, ну... Наверное, жизнь Каким-то образом Какие-то острые Очень острые Углы Как-то Стирает И мы все равно Вынуждены Бываем идти И очень часто На Некоторого рода Компромиссы Это точно Но все-таки Без компромисса Невозможно жить Невозможно Вот Это я просто утверждаю Как человек Уже давно живущий И пытающийся жить Все-таки По законам совести И справедливости Но без компромиссов Жить невозможно Просто Есть такое понятие Порядочность В русском языке Как вы понимаете Вообще В русской В русской психологии Да Есть понятие Порядочность Это понятие Оно... Ну, я уже говорил про это И еще раз повторил С моей точки зрения Оно предполагает Это не острие Это не лезвие бритвы Это не лезвие скальпеля Она имеет некоторую ширину Понять Вот это Это установка Порядочность Вот это слово Порядочность Имеет некоторую ширину Где возможен Маневр Все-таки Одна сторона Этой маленькой тропинки Не широкой Это безрассудство Другая сторона Это подлость Поступишь Слева Зайдешь за черту Сумасшедшим И безрассудным будешь Направо Заступишь за черту Будешь под лицом Негодяем Вот между безрассудством И негодяйством Существует некоторое расстояние Это простор для маневра И это вот Рамки порядочности Вот так приходится жить Во всяком случае Человеку Который Не только за себя Отвечает А за Отвечает за Большое количество Других людей Ну то есть Является Неким Руководителем Лидером Какого-то Сообщества Скажем так Вот Если он Одиночка Тогда он Может быть Мне кажется Вполне Безрассудным Потому что Речь идет Только о нем Самом Тогда он По отношению К себе Самому Может Поступать Как ему Заблагорассудиться А когда за тобой Большое количество Судеб Человеческих Тут надо быть Благоразумным Все таки А на взгляд Обыденность Равнодушие Потому что Платонов Как раз Описывает эпизод Я его по памяти Сейчас Перескажу Фома Пухов Режет колбасу На гробе своей жены Не потому что Он ее не любит А потому что Его физическое Естество Просто хочет есть Вот это Ощущение Некой Обыденности И принятия Того что Случилось Это вы знаете Я не думаю Что это к совести Имеет прямое отношение Это как защитная реакция Это имеет отношение К Некоторым Я бы сказал Все таки Более эстетическим Я думаю Каким-то Установкам Которые можно И нарушить И это вопрос Нашей прихотливости Так сказать Ну вот Именно в эстетическом Смысле слова Ну Ну Можем мы поступиться Какими-то вещами Это не имеет отношения К понятию Вот с моей точки зрения Подлость И даже там Кощунство Нет Нет Я думаю Это как раз Мне понятно А вот Справедливость и любовь На ваш взгляд Находятся в некотором Противостоянии Ведь когда мы любим Как правило Ну Бывает такое Что мы несправедливы Ну Мы несправедливы Так или иначе Бываем В самых разных Обстоятельствах Мы бываем Несправедливы Когда мы Вообще Так сказать Очень эмоциональны Люди Эмоциональные Они Часто бывают Несправедливы Тут важно В какой-то момент Осознав Несправедливость Свою Ну Как-то Отдавать себе В этом отчет И Называть это И для себя И для других И уметь И уметь Извиняться Вот это очень важно Уметь Приносить покаяние Вот это очень важно Это то что Большинство людей Умеют очень плохо Или не умеют Совсем Вы бываете Несправедлив? Конечно Ну как Я эмоциональный человек И бываю И более того Вы знаете Я утверждаю Опять же Из жизненного опыта Из жизненных наблюдений Своих А я все-таки актер Занимаюсь театром То есть это В какой-то степени Это же человековедение Понимаете Это сродни психологии Это вообще Так сказать Человек является для меня Главным Так сказать Всю жизнь Главным объектом Изучения И я сам Между прочим Тоже Потому что мы Самих себя знаем Очень плохо В общем Так говоря В общем В общем и среднем Скажем так На какой вопрос Я отвечаю Сейчас Бываю ли я несправедливый? Несправедливый Наверное сейчас Бываю ли я несправедливый? Конечно бывает Я думаю Что каждый человек Бывает несправедливый Время от времени Он бывает несправедливый Он бывает Заходит в какие-то Так сказать Он бывает Подвластен Очень сильным И эмоциям И теряет Так сказать Такую Такую Ну Какую-то Даже грубую Объективность И потом Чаще всего Он потом Когда эмоции Проходят Он Осознает Это Просто Не всегда ему хватает Просто мужества Это признать Во всяком случае Перед другими На ваш взгляд Толстой был Несправедлив К Шекспиру Учитывая его отношения Конечно Конечно Он абсолютный гений Лев Николаевич И был несправедлив К другому гению Вообще Между собой Гении Уживаются Как бы плохо Они вообще Друг друга критикуют И бывают Очень несправедливы Абсолютно Несправедлив Потому что Он судил Шекспира По своим Собственным законам Которые Никакого отношения К законам По которым Творил Шекспир Не имеет Понимаете Конечно Он был движим Он сам изобрел Замечательно Точное С моей точки зрения Определение Вот этому Творческому Если хотите Началу Которое бывает Иногда и разрушительное И несправедливое Он Он ввел понятие Энергия заблуждения Он был движим Энергии заблуждения Он вообще В жизни был Движим Энергии заблуждения Это великое Надо сказать Созидательное Чаще всего Особенно Когда речь О Ильве Николаевиче Эта Энергия заблуждения Она была Созидательная Потому что Это Есть энергия Творчества Но конечно Это не всегда Справедливо Это не всегда Справедливо Иногда Это разрушительно По отношению К творчеству Другого Гения Или не гения Скажем Но если говорить О Шекспире Конечно Гения Вот Микаэл Веллер Который был В нашем эфире Он сказал о том Что на его взгляд Русская классика Слишком трагична Слишком депрессивна Опять же Мы говорим О Шекспире Как о великом трагике Хотя конечно У него есть И комедия Но тем не менее На ваш взгляд Нет Шекспир Это он про русскую классику Говорил Причем Он имел ввиду Переводы Но все таки Переводы идут За автором За первоисточником Шекспир Понимаете Во первых Нельзя говорить О каком-то Среднестатистическом Шекспире Все таки Шекспир тоже Проходил Очень разные Периоды Своей Так сказать Своей Жизни Своей творческой Биографии Он был ранний Есть ранний Шекспир Возрожденческий Так сказать Очарованный Какими-то Идеалами Возрождения Когда было написано Да трагическое Но очень Яркое И В чем-то Вот светлая Трагедия Ромео и Джульет Понимаете Светлая Потому что там Побеждает Да Такой огромной Страшной ценой Там Но добро Все таки Потому что Монтеки и Капулети По причине Смерти Двух своих Детей Так сказать Главных Своих Любовей Они перестают Они прекращают Вражду Они потрясены Этой потерей И Тем что Им открывается Как истина Вот Потом Шекспир Проходил Какие-то Другие Стадии Стадии Восприятия Жизни Вообще Ну нельзя Его назвать Депрессивным Потому что Даже его Трагедии Все равно Это Торжество Каких-то Позитивных Начал Каких-то Духовных Высокодуховных Начал И Макбет И Гамлет И Ричард Третий Это все Все таки Это торжество Все таки Это Побежденное Зло Да Очень мощное Но побежденное Зло Сейчас мы делаем Небольшой перерыв Буквально несколько минут Потом вернемся И продолжим Константин Райкин У нас на прямой связи Оставайтесь с нами Мы продолжаем Это программа Абонент доступен Анна Смирнова Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи По скайпу С нами Руководитель Московского театра Сатирикон Актер и режиссер Константин Райкин Еще раз здравствуйте Здравствуйте Ну вот До перерыва Мы говорили о Шекспире И Вы в одном из интервью Сказали Что Джульетту Может сыграть в театре Только уже зрелая женщина Что для этого Для этой роли Действительно нужен багаж То есть Молодой девушке Сыграть это так Как Сыграть эти чувства Которые чувствовала Джульетта Невозможно? Просто Я считаю эту роль Может быть Самой трудной Женской ролью В мире Из всего мирового Репертуара Вот Труднее чем Джульетта Если это Поставить Так как Если это ставить Так как Мне кажется правильно Потому что Конечно Там имеется ввиду Совсем Молоденькая И просто Так сказать По нынешним временам То что мы называем Подросток Понимаете Девочка Подросток Но которая За там Несколько дней Своего столкновения С этой Немыслимой любовью Которая Значит Вот ее охватывает Она проходит Путь до Взрослой Не просто Взрослой Женщины А просто До Практически Фурии Какой-то Потому что Когда Эту любовь У нее Отнимают Она превращается Даже Скорее Даже Скорее В дьявольское Такое Творение Отродие Она Почти Ведьмой Становится И Обретает Какую-то Неслыханную Невиданную Силу Вот А будучи Поначалу Совершенным Ребенком В начале Пьесы Поэтому И Шекспир В ее Уста Вложил Такие Свои Мысли Вообще О Жизни О Свои Такие Глубокие Мощнейшие Соображения Вообще О Человеке О жизни О человеческом Обществе Что Совсем Юной Так сказать Артистки Просто Не под силу Даже Это Как-то Осознать Осмыслить И сыграть Могут быть Разные Трактовки Но обычно Здесь надо Поймать Какой-то Период В жизни Актрисы Когда она Уже Опытная А при этом Еще молодая Или Недостаточно Взрослая Или Недостаточно Старая Это Какой-то Короткий Видимо Период Разные Просто Есть Истории Кто И когда И как Играл Эту Гениальную Роль Просто Это Очень Сложно Это Очень Сложно И Говорить Что Какая-нибудь Молоденькая Может Ну может Может Какую-то Часть Этой Роли Она Сыграет И освоит Вот Совсем Молодую А вот Дальше Уже Когда она Мгновенно Почти Взрослеет И Мудреет И Обретает Какую-то Безумную Чудовищную Почти Нечеловеческую Силу Вот Это Совсем Молоденькая Актрисия Сыграть Видимо Невозможно Это Все Очень Зависит Еще От Того Кто Это Ставит И Какие Требования Предъявляет Актрис Если Это Такая Инфантильная Постановка Так Сказать Ну По верхам Тогда Другое Дело Тогда Может быть И юная Какая-нибудь Сыграет А если Это Ставит Какой-то Серьезный Человек Понимающий И Способный Охватить Всю мощь Вообще Этого Произведения Великого Тогда Сложнее Молодой Артистке Вот так Я бы сказал У нас есть Звонок Здравствуйте Как вас зовут? Добрый день Лариса Да, Лариса Вот Я люблю Очень Агату Кристи И Большое Спасибо вам Константин За роллер Кирилла Пуаро Это что-то Необыкновенный Пуаро был А вопрос У меня Такой Вот Когда у вас Начиналась Ваша карьера Ваша фамилия Вам Помогала Или больше Мешала И спасибо Большое За интервью Мы узнаем Мы узнаем Вас еще С одной Стороны Спасибо Спасибо вам Лариса Да, Катер Вы знаете Фамилия Конечно же Мне мешала Конечно же Мешала Я очень ее Стеснялся Надо сказать Я очень Люблю И любил Всегда Папу И маму И Но понимаете Это же не фамилия А целый образ Особенно Раньше Это была Некая Джамалунгма Эверест Понимаете Рядом с которым Даже если ты сам Гора Я тогда Горой не был В молодости Я мало Чего умел Естественно Вот А но Даже если ты гора Ты рядом с Джамалунгом И все равно Выглядишь Таким Могильным Холмиком Поэтому Фамилия Это Мне Не только Тогда Она мне мешала Очень У меня Под Тяжестью Фамилии Сгибались Ножки Я очень ответственный Человек И очень Так сказать Большой Самоед Еще и Поэтому Я Я скрывал Свою фамилию Я стеснялся Я знал Что меня Впрямую Сравнивают С папой Папа мой Красивый Человек Красивый Всегда был Таким Костюмным Встроенным Высоким Красавец А я Вы сами Видите Или Даже если Не видеть То представляет Себе Вот При том Что я Очень Как вам Сказать Я совершенно Не занимаюсь Самоумолением Я Вообще Хорошо к себе Отношусь И даже Просто Очень хорошо Но именно Поэтому Я От себя Многого И требую И даже Иногда Недостижимого В общем У меня Сложное Отношение С самим Собой Фамилия Эта Мне не только Раньше Мешала Она мне И сейчас Мешает Потому что Для большинства Жителей Нашей страны Я сын Райкина Вот так Они меня И называют Мне Понимаете Скоро 70 лет Будет А я все Сына И умру Я сына Братья Кого хоронят Сына Райкина Хоронят Вот так Понимаете И как вам сказать Я Человек Самолюбивый И опять Повторяю Я очень люблю Своего папу Который родился В Риге Кстати говоря Понимаете Но От этого Не легче Быть сыном Своего папы Всю жизнь И Так сказать Это И Все время Наталкивается На то Что для большинства Это и есть Мое главное Отличительное свойство И главное Мое достоинство Ну А меня отдельно Числят только те Кто меня видел В театре Вот те меня Числят И даже иногда Говорят Константин Я не помню Вашего отчества И мне даже Это приятно Я бы сказал Потому что Это означает Что человек Меня совершенно Отдельно От моего папы Числят Ну бог с ним Что я буду Жаловаться Но вопрос Так прозвучал Раньше Мне это мешало Чрезвычайно Меня это Так сказать Просто Подавляло Вот Ну вот Одну историю Вы рассказывали С детства В одном из интервью О том Как ваш папа Однажды Увлеченно Рассказывал вам Об одном актере Из театра И вы у него Спросили Папа А он знаменитее тебя После чего Он сразу Помрачнел И сказал Чтобы вы не задавали Большим Таких глупых вопросов Вот Поняли ли вы сейчас Почему он тогда Так помрачнел Это как по пастернаку Быть знаменитым Некрасиво Я и тогда понял Да Я и тогда Да Не так часто Мудро высказывался Но то что он был Человеком мудрым По поступкам Это Совершенно для меня Очевидно Он был мудрый человек И Он Очень рано Стал понимать То что должен Понять любой Умный мужчина Что есть вещи В жизни Гораздо Более ценные И важные Чем слава И в нашем деле Актерском Таком публичном Таком связанном Так сказать С публикой С ее оценкой Все равно Есть вещи Несравнимо Более важные Чем слава И вот Он это Дал мне Понять Тогда В моем Глубоком Раннем детстве Вот И это был Очень хороший урок У нас еще звонок Так только что был Сорвался Напомню Телефон Прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Добрый день Костя Я подключилась Я гораздо старше вас Подключилась Немножко позже Вашей передаче Вы мне настолько Нравитесь Как актер Эрудированный Необыкновенно Вы гораздо Преизошли Своего папу Я выросла На вашем папе Но вы Намного выше Как вы Почему себя Не доцениваете Непонятно Великолепный режиссер Великолепный Вот Ее там Женщина И все встречи Которые вы проводили Я всегда ходила Просто восхищаюсь С вами Так что вам Светлого будущего Чтобы с вашим театром Было все хорошо Спасибо вам Спасибо Мне очень приятно Это даже не вопрос А пожелание Причем это пожелание Исчезало И как раз Мне кажется В очень нужных Местах Потому что Вообще не надо Как вам сказать Не надо сравнивать Папу с сыном Вообще не надо Это такой неблагодарный Какое-то Дурацкое дело Ну зачем Ну Вот знаете При всей Я самоед И вообще Я Такой стесняющийся человек Я бы сказал так Но Все-таки Я скажу При всем Своем самоедстве Что я себя отношу На сегодняшний день Уже к офицерскому составу В нашей профессии А не к рядовому К офицерскому А офицеры между собой Сравниваться не должны Я отношу себя Так если говорить Другими словами Не военными Скажу честно Понимаете А мастера между собой Соревноваться не должны Соревнование прямое Такое Которое Толкает к сравнениям Это все-таки Удел подмастерьев А мастера Между собой Соревноваться не должны Хотя сейчас Весь мир Сошел с ума На этих Раздаваниях Мест Да Вот у нас есть Звонок Здравствуйте Как вас зовут Мы передадим Ваш вопрос Здравствуйте Зовут меня Леонид У меня не вопрос Маленькая история Связана С отцом Аркадем Исаакиевичем Райкиным Юрмала Мне скоро Уже 60 лет Эту историю Рассказал мой брат Который Старше меня Гуляем Поем И вдруг я вижу Аркадий Исаакиевич Идет С двумя женщинами Это как оказалось Была его супруга И была старшая дочь Константина Райкина И я так громко-громко На всю улицу Юмас говорю Что вот идет Райкин С двумя женами идет На что Аркадий Исаакиевич Подошел Расмеялся Погладил мне По головке И сказал Ты немножко Не прав Вот такая Маленькая ремарка История Да Спасибо вам 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны Прямого эфира В нашей студии Вот снова у нас Да И вот снова Константин Аркадьевич С нами На прямой связи Слышали ли вы нас Пока вы Ненадолго пропали У нас был звонок От нашего радиослушателя Который Рассказал историю В Юрмале Он встречался С вашим отцом Вот И тот сделал ему замечание Вот такая история Из детства Но вот наши радиослушатели Продолжают активно звонить К сожалению Вот возникла небольшая Техническая проблема Ну вот Примем еще звонок Здравствуйте Как вас зовут Владимир Да Владимир Слушаюсь Я был на одном Из первом Если не первом Концерте Константина Райкина Когда Его покойный отец Давал его В Москве В большом зале Олимпийский По-моему И Когда первое отделение Вел отец Это был 82-й год А во втором отделении Выступал Костя Это было что-то бесподобное Хотя в начале Я думал Что это будет неинтересно Без отца Но Это было Прекрасно Спасибо Да, спасибо Но у нас в основном Не вопрос А воспоминания В 81-м году Я просто пришел В этот театр К папе Первый раз Вышел на сцену Как раз В Олимпийской В зале В Олимпийской деревне И там работал Действительно В начале второго отделения Папиного спектакля Вот И Да Я помню Это было такое Очень волнующее Для меня Событие Тогда я пришел Работать Хотя я раньше Был уверен Что никогда С ним вместе Работать не буду Но как-то потом Я пересмотрел Свои взгляды Убеждения Ну вот Аркадий Райкин В одном из своих Выступлений В своем монологе Что что о молчать То мы умеем Он сказал такую Ну на мой взгляд Выдающуюся фразу Когда мы молчим Мы ничем не рискуем Вот Во-первых Согласны ли вы с тем Что когда мы молчим Мы ничем не рискуем И Что для вас Молчание Понимаете Такое Большое Понятие Что не значит Почти ничего Есть Замечательная песня Галича Вот как просто попасть Попасть В палачи Промолчи 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 Это я бы сказал Противоположный взгляд На Этот вопрос На эту проблему Поэтому иногда Молчать Это тоже преступление С моей точки зрения Молодушие И подлость Иногда молчать Невозможно При том что Да Молчание Золото Есть такие Всякие Значит Поговорки Иногда молчание Это Но Про молчание Много сказано Слов Вот Про тишину Про молчание Это вообще Очень Это говорю Это такое Огромное Понятие Например В таком Звуковом Деле Как музыка В великом Искусстве Тишина Это Это Целая Категория Это Некая Субстанция Высочайшая Некая Пауза Которая Тоже Звучит И Имеет Огромное Значение Отсутствие Слов Потом Вообще В таком Словес Текстовом Деле Как театр Драматический Пауза Молчание Невероятно Бывает Выразительное И сильнее Всяких Слов То есть Это Говорю Это такое Огромное Бездонное Бескрайнее Понятие Что Почти ничего Не значит Это нужно Уточнять И конкретизировать И мой Отец Которого Еще раз Я скажу И Все будет Мало Я его очень Люблю И любил И всегда Веду с ним Какой-то внутренний диалог Всегда Всю жизнь Вот Во многом Я не согласен С его Текстовыми Словесными Утверждениями Уж не говоря о том Что его записывали Иногда записывали Не очень точно Ну Такие-то журналисты Которым он что-то говорил Понимаете Поэтому я не ручаюсь Что именно так Он сказал И вот И вот Это имел ввиду Понимаете Актеры и роли Насколько На вас влияют Те роли Которые вы Играете Они меняют вас Или вы их отпускаете Сразу После того Как закончили Как человека Как личность Ну там есть Какая-то Взаимосвязь И взаимное Влияние Понимаете Ну конечно Влияние Я вам скажу так Может быть Роль И произведение Которое на меня Повлияло больше всего В моей жизни Это роль Подпольного человека Из записок Из подполья Достоевского Это произведение Одно из его Величайших С моей точки зрения Произведений Которое очень было Долгое время При советской власти Как раз Ну практически Запрещено Его нельзя было Ни играть Ни читать Ни так сказать Прилюдно Исполнять Оно Его когда-то Заклемил Алексей Максимович Горький Назав его Писком Индивидуализма Там все такое И там действительно В центре Внимание Так сказать Там Повествование Ведется От имени От первого лица От лица Вообще Мерзейшего Человека Так вот Ни одно Другое Произведение Из всех Что я В моей жизни Встречал Не знает Столько И не говорит Столько Обо мне Лично Сколько Вот это Произведение Которое В мои Тогда 24 года Меня потрясло Попаданием Так сказать В какие-то Мои самые Потаенные Качества И проблемы При том Что я себя Мерзавцем И подлецом Ни в коем случае Не считаю Но Это произведение Вот обо мне Оно И оно меня спасло Это произведение Я эту роль Играл Играю до сих пор Эту роль Которую Ну Этот спектакль Такой Первый раз Поставил Валерий Фокин И второй раз В жизни Тоже поставил Валерий Фокин Первый раз Я играл ее На малой сцене Театра Современник И эту работу Посмотрел Ежи Гротовский В свое время И очень высоко О ней отзывался Это для меня Это одно из Важнейших событий В моей жизни И до сих пор Я сейчас Вот играю Последние спектакли Я играю В своей жизни Эту Эту же роль Но уже На большой сцене Тоже Это поставлено Валерием Фокином Гораза С перерывом В 30 с лишним лет Это произведение Вообще Принципиальнейшее В моей жизни Оно меня спасло От опасности Быть таким В моей жизни Вот то Что я это Сыграл Изучил Это произведение Глубоко Практически Выучил Его наизусть Я стал О себе Понимать О каких-то Опасностях Мне угрожавших Так Так Подробно Что я Избежал Целого Ряда Ошибок И может быть Даже пороков Каких-то И каких-то Своих Чрезвычайных Опрометчивых Каких-то Шагов Благодаря Вот этому Произведению Поэтому Конечно Оно на меня Повлияет В завершении Нашего интервью Вопрос из Фейсбука Вадим Спрашивает у вас Какой Для вас Самый большой Профессиональный И человеческий Вызов Сегодня Вызов Это что такое Как это понимать Испытания Скорее Наверное Испытания Знаете Он Конечно Не то Что он Сегодня Стал Каким-то Другим По сравнению Со вчера Или с позавчера Я думаю Что самый Главный Вызов В том Чтобы Остаться Человеком То есть Сохранить Те Нормы И Соответствие Традиционным Ценностям Духовным О которых Вот так Много Говорится Так сказать Во всех Инстанциях И которые Так мало Соблюдать На самом Деле В жизни Вот Чтобы Остаться Человеком Мне кажется Это Очень Трудно И при этом Это Необходимо Пытаться Делать Каждый день Ну что ж Спасибо Что нашли Время И вышли В прямой эфир Программы Абонент Доступен Актер Режиссер Руководитель Московского Театра Сатирикон Константин Райкин Был с нами На прямой связи Спасибо вам Всего доброго И до свидания До свидания